Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, что же принесла с собой матушка зима, какие новости обновления были добавлены в игру, что же приехало вместе с зимней деревушкой, а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее, одевайтесь теплее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Star Stable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большое количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Star Rider, Life и донатной валюты Star Coins. Так что, перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. Вот и вернулась вновь на Юрик зимняя, снежная, белоснежная зима. Сегодня, кстати, обновление решила снять на Даши Панихом. Уж больно мне нравится сет, который я соврала на нее. Теперь в каждой локации, в каждой деревушке стоят сани, которые готовы вас отвезти в деревушку Санты. Но чтобы эти сани вам были доступны, вы должны выполнить маленькое сюжетное задание. Как только вы заходите в игру, к вам подбегает Йольский Козлик. Поговорив с ним, он попросит отвезти его к миссис Холдсворт в Морлэнде. После чего вы переговариваете с миссис Холдсворт, и она говорит Козлику довезти вас до саней. И после этого локация Нового года, деревушка Санты, становится вам доступной. Поэтому мы сейчас туда и отправляемся. В этом году изменения очень крупные, непонятные, странные и немножечко раздражающие. Но сейчас расскажу, в чем суть и обо всем поподробнее. Почему-то деревушка Санты стала не такой яркой. Дело все в том, что у нас сломался особый волшебный кристалл, который держал в себе магию зимнюю, магию Рождества, Нового года. И, наверное, в принципе, как раз магию Санты. Вот этот камень сломался. Стоит он в нижней части карты, вот здесь. Правда, он не отмечается, но просто запомните, что он находится вот где-то в этой зоне. Когда вы пробегаете в первый раз в деревушку, вам говорят, что камень сломался, его нужно чинить. А чтобы его починить, нужно просто собирать снежинки. Но все не так просто. Чтобы камень починить на 100%, нужно собрать 18 тысяч снежинок. Это очень-очень много. Снежинки постоянно появляются. Никаких особых заданий, чтобы получить эти снежинки, у нас не были добавлены пока что. И по мере сбора снежинок вы будете получать опыт, шиллинги, опыт для вашей лошади, вкусняшки. Вещи из комплекта, нового комплекта, которого не было до этого. Потом, видимо, какие-то еще задания с фамблом, связанным с этим кристаллом, жетончики. И амницию данного комплекта. Таким образом, собрав все 18, это что такое, подковы кузнеца, наверное, хорошие подковы. Таким образом, дойдя до 18 тысяч, вы получите целиковый сет охотницы снежного человека. Он очень классно выглядит. Я надеюсь, что в следующем году он появится в магазинах, потому что я точно не осилю эти 18 тысяч. Многие начали писать разработчикам о том, что это слишком крупная сумма, учитывая то, что они недавно добавили еще и лесхолов. И да, лесхолов это постоянная локация с постоянным сбором светлячков и заданием. Но согласитесь, когда добавляют что-то новое, ты хочешь сделать все сразу здесь и сейчас. И получается, что у нас идут два сбора одновременно. Это сбор светлячков около Вейлдала и сбор снежинок в деревушке Санты. Это очень сложно, учитывая количество, которое нужно. Правда, один раз мы уже получили снежинки из новогоднего адвент-календаря, который находится в виде подарков под нашей новогодней елкой. Там дали в районе 300 или 500 снежинок. Я надеюсь, что в будущем, в следующие дни, именно нам тоже будут давать снежинки. Но все равно этого мало. Согласитесь, 18 тысяч очень большая цифра. Также сегодня 10 число и нам выдают варежки из комплекта а-ля бабуля. Вот такого вот красного цвета с хорошими характеристиками. Вот это очень приятно, что вещи из календаря нам дарят бесплатно, просто так, за ежедневный вход. Но еще и с хорошими характеристиками. Что же интересного в зимней деревушке? Нам добавили новые комплекты одежды. Один из которых вы можете обменять за новогодние жетончики. Точнее, их уже тут два. Один вот такой вот бордово-коричневый комплект. И вот такой вот подник, комплект уютной конюшни. Мне, если честно, он очень сильно нравится, но я не знаю, на какой бы аккаунт его можно было бы взять. И в обычном стандартном магазине за эскайшиллинги у нас пока что ничего нового. Но в скором времени обещают завести новые вещи. Ну, или вот это вот как раз и есть новое. Нет, это, по-моему, комплект с прошлого года. Но я не уверена, так как в прошлом году очень мало занималась зимним ивентом. Но все равно, здесь вы можете приобрести самые новые вещи. В остальных ларьках будет одежда уже более старенькая, более предыдущих лет. Никаких других мероприятий, кроме как вырезание фигуры за льда с Аликс, а также ежедневными гонками, пока не было добавлено. Ожидайте их в следующих обновлениях в течение следующих нескольких недель. К нам приехали также и продавец с питомцами. Здесь вы можете видеть практически всех питомцев, которые новогодние, которые были в прошлом году. Единственное, я не уверена про песцов. Мне кажется, был еще один песец, третий, более снежный. Но все равно, если вы давно хотели себе кошечку, собачечку, пингвиненка, кролика или песца, а может быть гнома или сову, то вы знаете, что нужно подъехать сюда, а около домика Санты будет как раз продавец этих самых питомцев. Еще один ларек с хорошей новой амницией и одеждой находится также здесь, около продажи лошадей. Это уже комплекты прошлого года. Вот такой вот коричнево-зеленый, коричнево-бежевый и вот такой вот вестонский коричнево-красный. Очень много сочетаний с коричневым, но выглядит это очень уютно, тепло и атмосферно. Вот такой вот зимний комплект ледяного ледяного в бою, наверное. И также еще один бежевый сет счастливой зимы. Ну а куда же без магических лошадей? К нам вернулись все магики после недельной ярмарки со скидкой, на которой они все стояли. Это была такая некая возможность до самого ивента приобрести этих лошадок по сниженной цене. Но сейчас они уже стоят здесь, продаются без скидки за свою полную стоимость. 749 старкоинсов, 699... Нет, какие-то странные цены. Неужели скидка на них теперь постоянная и стоимость всегда чуть-чуть заниженная? Вот это очень интересно. Они поменяли цены на магических коней. Но это именно на тех, которые были в прошлые годы. На модельки Кучеряхи, Андалуза, Севершведа, 2 араба, 1 исландская лошадь и 1 пасафина-единорог. Но места здесь долго пустовать не будет, потому что уже на следующей неделе к нам завезут 2 новых магических лошадок на модельки Шайра и Лепициана. Один это ледяной гигантский конь, а вторая вкусная мармеладная, покрытая глазурью печенька. Так что если вы знали эти спойлеры и вы уже видели этих коней, и вы просто ожидаете их приезда, осталось потерпеть немного, уже буквально через несколько дней вы сможете их купить. Главная особенность деревушки Санты это то, что теперь все могут потренироваться на плацу с буквами. Если вы игрок, не имеющий старайдера, советую воспользоваться этой возможностью и до конца зимнего ивента тренироваться исключительно здесь. Да, тут постоянно зима, тут постоянно холодно и темно, но согласитесь, наличие плаца с буквами того стоит. Было изменено стартовое снаряжение. Новые игроки, которые еще не успели переодеться и выкинуть или положить старую амуницию в далекий угол вашего шкафа, уже заметили, что седлые уздечки стали нового вида третьего поколения, но при этом характеристики все те же нулевые. А куда же сделать старая амуниция? Разработчики сказали, что они просто ее заменили. Казалось бы, просто заменили модельку, но это не так. Если вы зайдете в магазин, то можете в далеком-далеком конце, а точнее даже вот здесь в самом начале, если вы покажете заблокировано, найдете тот самый бесплатный комплект, который выдавался либо вам изначально, либо если вы древний игрок, как я и у вас есть эта новая форма, точнее старая форма, то в магазине вы сможете за очень маленькую стоимость приобрести стартовое снаряжение уже нового вида. То есть, по сути, они ее не заменили, они ее заменили у новых игроков, но у старых это все та же старая амуниция, а новую нужно будет для коллекции, если вы пожелаете, или просто для внешнего вида на вашей началочке, докупать именно в глобальном магазине. Но есть с глобальным магазином одна большущая ошибка. Казалось бы, я нажимаю на предмет, уровень 1 достигнут, так почему же я не могу его купить? Сейчас по всему глобальному магазину бродит такая страшная ошибка, как невозможность покупать вещи. То есть, допустим, у меня есть этот биджак, и я выполнила все условия, но он мне в глобальном магазине закрыт и заблокирован замочком, я не могу его купить. Это очень большая проблема, особенно для тех, кто сейчас набирает людей в клуб, потому что даже вот эти вот адмиральские, скажем так, куртки с цепочками недоступны для покупки, и даже какие-то более старые вещички, можете увидеть, даже доступны, они недоступны. Скаковая дорожка баронессы, да и не только, все закрыто замочком, и вот даже здесь пляжные какие-то вещи. Это очень большая проблема, но есть решение этой проблемы, она очень простое. Нужно найти эти предметы непосредственно не в глобальном магазине, а в магазине уже на карте Юрвика. Я знаю, что вот эти пиджаки, кажется, продаются где-то на скаковой дорожке баронессы, если не ошибаюсь, а все остальные надо бегать искать самому. Это очень трудно, это очень неудобно, но это очень реально. Если вы хотите подумать, что можно же просто зайти в SSO Database, это база по Star Stable Online, и там посмотреть, где продаются эти пиджаки непосредственно в мире, вы ошибаетесь. Там везде прописано, что это вещи эксклюзива глобального магазина, и что они больше нигде не продаются, кроме него. Так что придется побегать поискать. Ну, в случае с этими куртками все намного проще, они с чемпионатов Морланда и также Форт Пинта и чемпионата Пони. А вот представляете, каково бегать искать совершенно другие вещи, которые ты ни разу не видел именно на полках магазина. Разработчики обновили новое вступление в игру. Теперь новые игроки видят не ту самую старую древнюю сказку про приход Айден на фоне замка, а также фоне Морланда. Они видят совершенно новые вступления, и если вы еще его не смотрели, то в подсказке в верхнем правом углу вы можете посмотреть видео. Мое видео о том, как же теперь выглядит приход новых игроков в SSO. Что же еще изменили разработчики? Разработчики разрешили носить новую амуницию еще трем породам. Шайры, исландские и также арабские лошади теперь могут носить новые выездковые седла и также уздечки с соплей. Когда же они дойдут до моих фризов? Я очень хочу, чтобы фриз смог носить уже наконец-то новое снаряжение. Ну и всем тем, кто имеет подписку Старайдера в виде лайфа, бонусная лавка в Морланде приготовила новогодний подарок. Это кит, кошечка, которую мы ждали очень долго и могли видеть в старых спойлерах комплекта ночной наездницы. Да была питомцем данного комплекта, она очень красивая. У нее вот такие вот фиолетовые глазки, очень интересные брови или тени фиолетового цвета, контур ушек. Ну а также у нее хвостик тоже, кончик, имеет такой яркий фиолетовый цвет. Все, по идее, комплект весь собран. То бишь вы можете прямо его забрать и кататься в нем постоянно. У нас есть куртка, сапоги, штаны, шлем, перчатки. Вольтрап на гавке, седло, уздечка, сумка, два бантика и питомец. Комплект официально собран, а это значит, что далее в бесплатный бонусный ярмар лавки в Морланде будет уже какой-то другой сет. О какой мы пока что не знаем. На этом видео подходит к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, что вы очень сильно ждали, в чем, может быть, разочаровались. Ну а также ждете ли вы на следующей неделе новых двух магических лошадок. А чуть позже и двух немагических лошадок. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Передаю привет всем тем, кто попал в это видео. Редактор субтитров А.Семкин